Здравствуйте! Шалом! Сегодня 7 мая 2024 года. Вы послушаете выпуск новостей на очень легком иврите. Это будет язык второго уровня сложности по стандартам нашего канала из 10 возможных уровней сложности. Я сначала прочитаю новости, потом их переведу. Шалом! Этем шумим хадשות в Радио Кулейзим. Рפיח. Ацеба עושה мебеца במזрח של העир, кроме кгбол של מצרים. Эшкелон. Басупер עושים мебеца. Им кונים 20 кило крוב, מקבלים кило גזר במתנה. Мальмо. Айом матхиль эровизион. Баацлаха ле-эден-гулан. Биробиджан. Лифамим ле-ядаквишиим тигрисим рацим. И теперь переведем. Шалом! Этем шумим хадשות в Радио Кулейзим. Здравствуйте! Вы слушаете новости по Радио Голос Кус. Рафиях. Это название города в секторе Газа на юге сектора. Примыкает этот город к границе с Египтом. Ацава усэ мебца бамизрах шеля-ир, коровля гвуль шель-мецраем. Армия делает, можно перевести как проводит, операцию на востоке города, близко к границе Египта. И обратим внимание, что слово Цава пишется с буквой Алиф. Нам придется запомнить. С буквой Алиф это слово мужского рода, поэтому глагол я произнес как усэ. Делает или по смыслу можно перевести как проводит. Есть и другие, возможно, более подходящие глаголы, но у нас новость на втором уровне, чтобы было все легко и понятно. Слово Мевца, последняя буква Айн, и это будет слово мужского рода. Мевца можно перевести как операция, которую проводит армия. И Мевца это также особое мероприятие, акция, то, что проводят в магазине. Чуть в следующем предложении мы узнаем. Ашкелон это название города, южней Тель-Авива, южней Ашдода. Басупер осим Мевца. В супермаркете делают или проводят особое мероприятие. Им куним эсрим килокрув. Если покупаете или если покупаем 20 килограмм капусты, мы каблим килогезер бематана. Получаем или получаете килограмм морковки в подарок. Мальмо это название города в Швеции. Айом Матхиль Эровизиум. Сегодня начинается Евровидение. Международный музыкальный конкурс. И мы обратим внимание, что глагол Матхиль может переводиться по контексту как Начинает или Начинается. По контексту мы понимаем, как перевести. Бацлаха ле Эден Гулан. Бацлаха это успеха. Дословно в успехе. По смыслу мы переводим как успеха. И Эден Гулан это имя и фамилия девушки, участницы конкурса Евровидения, которая представляет Израиль. Успеха Эден Гулан. Биробиджан это столица нашей автономной области в Российской Федерации. Лифамим леяда квишим тигрисим рацим. Иногда возле автомобильных дорог, квиш это автотрасса, автомобильная дорога, бегают тигры, 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 бегают тигрис на иврите. Это тигры. Я покажу как это выглядит. Здесь может не очень хорошо видно. Снято ночью. Тигр это огромное животное. Может быть больше чем 200 килограмм. Опасное довольно. И вот бывает уже возле дороги можно увидеть такие вот бегают тигры. Я очень надеюсь, что это было интересно и познавательно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания.